На пути к исключительно русскому национальному первому блюду гурманам приходится распрощаться и с любимыми борщами, и с солянками. Однозначно славянские корни сквозь историю принесла уха. Ей на этом кулинарном празднике уважение и почет. Уха – это обед рыбака был. И как он ее готовил, из чего он готовил, что было, то готовил. Главное, чтобы была вода, рыба и соль. Сейчас ее, конечно, везде готовят. И с креветками, и с морепродуктами, и синюю уху. Есть такая уха тоже. Добавляет чернила, каракатица. В жюри конкурса «Волжская уха» профессиональный шеф-повара, но главные судьи – зрители. Уж кого точно не проведешь, так это тех, кто часами готов просидеть с удочкой, терпеливо ожидая сигналов от поплавка. И все ради того, чтобы отведать ароматного супа с дымком. Пришла поболеть за подругу Юлию Кудинову. Уха шикарная, но я пока только попробовала у команды зеленых фартуков. Хочу попробовать и другую уху, чтобы сравнить. Уха ароматная, очень вкусная. Несмотря на то, что солнышка нету, все равно все улыбаются и очень солнечное настроение. Победители определили всенародным голосованием. В Самарской гильзе шеф-поваров обещает, Самару в этом году еще ждут летние и осенние фестивали кулинарного мастерства на открытом воздухе. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.